Сегодня в выпуске. Премьер-министр провел рабочее совещание с руководителями провинции Лаукаи по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий. Сегодня состоялось 37-е заседание постоянного комитета национального собрания. Вза помощь и сплоченность вьетнамцев в борьбе со стихией глубоко тронули сердца многих иностранцев. В эфире новости на русском языке в студии Гуэнзоя. Здравствуйте! Вечером 12 сентября в здании Народного комитета уезда Бау Йен премьер-министр Фан Мин Цинь провел рабочее совещание с руководителями министерств, ведомств и провинции Лаукаи по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий. Перед этим он посетил место происшествия, пообщался с жителями деревни Ну в общине Фубхань уезд Бау Йен. Напомним, что здесь в результате оползни погибли и пропали без вести около 100 человек. Многие получили ранения. На данный момент в провинции Лаукаи больше всех пострадало. В результате супер-тайфуна Яги погибли и пропали без вести около 180 человек. Выразив соболезнования пострадавшим и властям провинции Лаукаи в связи с беспрецедентными потерями от стихийного бедствия, премьер-министр заявил, что помимо гибели людей и потери имущества, психологические травмы у людей также требуют должного внимания. Премьер-министр подчеркнул четыре цели для провинции Лаукаи. Это не допустить нехватку у людей еды, одежды, крова над головой, чистой воды. Быстро нормализовать обстановку, восстановить производство и предпринимательство в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и сфере услуг. Создать людям новые рабочие места и источники существования. Сохранить политическую стабильность, общественный порядок и безопасность. Премьер-министр также назвал 15 ключевых задач для Лаукаи и ведомств по преодолению последствий наводнений. Глава правительства поручил местным властям направить все силы на очистку и обеспечение гигиены, восстановить инфраструктуру транспорта, электро, водоснабжение, телекоммуникации, отремонтировать школы, чтобы дети могли скорее вернуться к учебе, восстановить нормальную работу всех медицинских учреждений. Поделившись болью и утратой жителей деревни Но в провинции Лаукай в результате исторического наводнения, когда 95 человек погибли и пропали без вести. И по поручению премьер-министра Фоминтини во время инспекции ликвидации последствий стихийного бедствия, фонд «Вьетнамская душа» вьетнамского телевидения предложил и получил принципиальное одобрение от Народного комитета провинции Лаукай совместное проведение восстановления и строительства домов для всех 37 семей этой деревни на новом месте. Также будут построены вспомогательные сооружения, такие как общинный дом, и чтобы помочь людям быстро преодолеть боль и нормализовать свою жизнь. Все работы будут проводиться максимально быстрыми темпами, чтобы завершить до 31 декабря этого года. Вся страна помогает провинции Лаукай, пострадавшей от оползней, страшнейших за последний век. Сотни грузовиков с гуманитарной помощью из провинции и городов страны один за другим пребывают в пострадавшей от наводнения районы. Сейчас вода ушла с дорог, ведущих в уезд Бауен, провинции Лаукай. Приемная комиссия организует распределение гуманитарной помощи, чтобы обеспечить доставку ее в нуждающиеся районы. Все продукты гуманитарной помощи доставляются сначала в центр общины, а затем непосредственно в изолированной деревне. Мы в школе-интернат Бауен получаем гуманитарную помощь из уезда. Единственный способ добраться сюда – это заимствовать лодку у местных жителей. По дороге невозможно проехать. Товары разделяют на небольшие наборы. Многие жители спешно перекусывают, пока есть время до приезда следующей партии. По прямой не добраться. Нужно ехать через общину Тхэнгха. Мы получаем помощь от общин и распределяем ее по деревням. Пирог баньчинг, несколько яиц, питьевая вода, лапша быстрого приготовления. Главное – это рис. Без него никак. В уезде Бауен создали комиссию по приему гуманитарной помощи, которую возглавляет местный отечественной фронт. Понт приема расположен в актовом зале уездной администрации. Наши рабочие группы должны составить список всех полученных товаров с личной печатью, что служит подтверждением для отчета благотворителям. За последние два дня сотни грузовиков с продуктами питания, питьевой водой и предметами первой необходимости прибыли в пострадавшие от наводнения районы, передавая самые теплые чувства к соотечественникам в трудную минуту. Система дам провинции Намдин, хотя и не пострадала напрямую от Айфуна Яги, но поскольку она расположена ниже по течению трех крупных рек, серьезно повредилась, когда вода из верхнего течения хлынула и затопила устья. Вчера десятки тысяч жителей провинции Намдин совместно укрепляли дамбы, несмотря на жару или дождь, раннее утро или позднюю ночь. Старики, молодежь, мужчины и женщины. Все, кто мог, добровольно вышли укрепить дамбы. Была мобилизована вся доступная техника. Сотни мопедов использовались для перевозки мешков с песком для укрепления дамб. Я работал с пяти часов вечера до сих пор, и даже не знаю, сколько мешков с песком я уже перетаскал. Просто работаем, пока не закончим. Мы едим и отдыхаем прямо здесь. Многие до сих пор не были дома. Чем выше поднимается вода, тем больше пота и сил вкладывают люди. Никто не дает указаний. Каждый сам берет на себя задачу. Люди полны энтузиазма. Работают днем и ночью. Они по очереди дежурят и работают. В настоящее время система дамб в семье из девяти уездах и городов в провинции Намдине все еще находится ниже уровня воды в реке. Многие участки были затоплены. Местные власти и жители решительно настроены защищать каждый участок. В настоящее время более 33 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в провинции затоплены. Из них 23 тысячи гектаров глубоко под водой. Более 15 тысяч 400 человек из опасных районов были эвакуированы в безопасные места. На данный момент в Намдине нет человеческих жертв. Но с 300-километровой системой дамб все еще существует потенциальная угроза безопасности. А в провинции Хэньэне благодаря тому, что люди были своевременно эвакуированы в безопасное место, человеческих потерь нет. Однако ущерб сельскому хозяйству предварительно оценивается более чем в 3 миллиона долларов США. В частности, погибли более 10 тысяч в домашних животных. Поэтому активно проводится работа по поддержке людей, фонаризации жизни и восстановлении хозяйства после ухода воды. Когда люди в безопасности, пришла очередь домашних животных. День идет к концу. Люди работают более активно. В итоге из затопленной зоны было вывезено более 1500 свиней. Силы милиции, армии и ополчение с энтузиазмом нам помогали. Мы были до глубины души тронуты. Как только вода ушла, Литхиха пошла в сад собирать оставшиеся плоды гуавы. У кооператива пострадали 14 гектаров посевов и деревьев. Из фруктов, собранных нами сегодня утром, мы смогли продать одну тонну гуавы. Надеюсь, что люди будут больше стараться после наводнения. Частичную поддержку получат те, кто потерял менее 50% хозяйства, а те, кто потерял больше, получат полную поддержку. Вице-премьер Ньюин Хуабинь и представители Народного комитета провинции Хэнген посетили семьи, наиболее пострадавшие от затопления в общинах Фу Конг и Хэнг Конг. Вручили подарки жителям затопленных районов. Тем временем в городе Хэнг Конг насчитывается 144 школы, почти половине из которых нанесен серьезный ущерб из-за сильного наводнения, произошедшего в последние дни. Сразу после того, как вода ушла, в провинции Хэнг Конг активно занимаются очисткой и преодолением последствий в школах, чтобы учащиеся могли вскоре вернуться в школы. Столы и стулья, покрытые грязью, очищаются с помощью воды. Срезивуара, своевременно предоставленного компанией по развитию городской инфраструктуры и дренажу Хэнген. Мы уделяем приоритетное внимание уборке школ и больниц, чтобы школы в скорейшем времени были готовы принять детей. Классы убираются, кухонное оборудование моется и аккуратно расставляется для приготовления еды, чтобы дети могли вернуться в школу. Уборка была выполнена на 80-90%. Завтра мы распылим дезинфицирующие средства, чтобы привезли детей обратно в школу. Нам на помощь пришли полицы, военные и коллеги из других школ. Мы очень рады, что в школе практически уже чисто. Дети, их родители и учителя наверняка с нетерпением ждут возвращения в школу после многих дней вынужденного пребывания дома из этой фуны и затопления. Далее в выпуске. Сегодня стоялось 37-е заседание Постоянного комитета национального собрания. За помощь и сплоченность вьетнамцев в борьбе со стихией глубоко тронули сердца многих иностранцев. Отвечая на инициативу президента Намибия Нанголу Мбумбэй и канцеля Германии Олафа Шольца, генераль СЦК КПВ президент Вьетнама Толам направил видеообращение участкам саммита «Глобальный призыв к будущему», проведенного в режиме онлайн прямо перед саммитом будущего ООН, который пройдет в сентябре. В своем послании руководитель Вьетнама Толам подчеркнул, что будущий саммит – это возможность для организации международных наций и мультилатериализма утвердить незаменимые ценности перед лицом серьезных вызовов времени. Генераль СЦК КПВ президент Вьетнама призвал сосредоточиться на обсуждении трансформативных решений, включая трансформацию в науке, технологиях и инновациях, зеленую трансформацию и трансформацию глобального управления. Толам подчеркнул ведущую роль ООН, высказав за рассмотрение возможности создать глобальный форум, где ОСЯН и другие региональные организации могли объединиваться опытом и продвигать зеленые технологии, чтобы содействовать процессу реформы ООН и многосторонних финансовых институтов. По случаю праздника середины осени генеральный сектор ЦК КПВ президент Вьетнама Толам направил письмо с поздравлениями вьетнамским детям и подросткам во Вьетнаме и за рубежом, а также иностранным детям, проживающим во Вьетнаме, с самыми теплыми пожеланиями. Толам выразил надежду, что из года в год праздник середины осени у детей будет более счастливый, полный и значимый как в материальном, так и в духовном плане, благодаря заботе семьи, школ и общества. Высший руководитель страны пожелал, чтобы дети всегда были послушными, здоровыми, хорошо учились, были прилежными и стремились стать объектом гордости для своей семьи и всего народа. Сегодня постоянный комитет национального собрания Вьетнама рассмотрел отчеты о рабочем за 2024 год председателя Верховного народного суда Генерального прокуратуры Верховной народной прокуратуры. Также был рассмотрен отчет правительства о борьбе с преступностью и правонарушениями исполнения приговоров в борьбе с коррупцией в 2024 году. Постоянный комитет парламента высоко оценил усилия правительства и судебных органов в борьбе с преступностью и правонарушениями. Тем не менее, было отмечено, что некоторые виды преступлений, такие как мошенничество, хищение собственности и азартные игры в интернете, имеют тенденцию к росту. В связи с этим было предложено более четко выявить причины такого роста в отчетах. Постоянный комитет парламента отметил, что показатель рассмотрения сообщений о преступлениях и их адатайств о возбуждении уголовных дел достиг почти 83%, что является достойным результатом. Постоянный комитет предложил правительству Верховному народному суду и Верховной народной прокуратуре доработать отчет и обновить данные за 12 месяцев для предоставления в национальное собрание. Телекоммуникационная сеть в горных провинциях Северного Вьетнама в основном восстановлена. Обеспечена нормальная связь для жизненностей линии и спасательных работ, а также для реагирования на новые возможности хинобедствия. Об этом сообщил оператор VTEL. В компании сообщили, что число неработающих станций и кабельных линий в сети в настоящее время составляет менее 5%. В местах сильных оползней, полностью изолированных от дорог. Сеть VTEL была полностью восстановлена в провинциях Бакан, Ланшон, Тинбен, Каубанг, Тханьгвен и других. С сегодняшнего дня бухта Халам вновь принимает туристов в обычном режиме. Туристы могут посещать места по маршрутам, которые были проверены властями и оценены как отвечающие условиям безопасности после тайфуна. Этот маршрут номер один – посещение Тхенгкук-Доуго. Маршрут номер два – Сэнгшот, пещера Лун, остров Титоа. Маршрут номер пять – посещение всех достопримечательностей, кроме пещеры Бахан. Некоторые места для Наш Лего также имеют право принимать туристов. Остальные достопримечательности срочно убираются после тайфуна и скоро вновь примут посетителей. Помимо приоритетного обеспечения нормальной жизни людям, в провинции Куан-Инь прилагают все усилия для скорейшего восстановления производственной, деловой и инвестиционной активности. Власти на всех уровнях, предприятия и население все видят в этом центральную задачу, имеющую особо важное значение для скорейшего восстановления производства. Хату – последний среди 17 угольных шахт в провинции, которая сегодня была вновь подключена к электросети. Это стало возможным благодаря усилиям тысяч электриков из провинции и всей страны, работавших без отдыха в последние дни. Таким образом восстановлено электроснабжение всех предприятий угольной отрасли, всех социально важных учреждений, таких как больницы, медицинские центры и всех индустриальных парков в провинции, включая предприятия с иностранным капиталом. Не работает мобильная связь. Чиновники обходили дом всех почти двух тысяч шахтеров, чтобы сообщить им, что пора выходить на работу, так как тайфун прошел. Для того, чтобы как только поступит электричество и насосы откачают воду, отправятся первые партии угля. Последствия тайфуна очень серьезные, но мы уверены, что благодаря солидарности шахтеров Хату, а также содействию Вьетнамской национальной угольной корпорации и минеральной промышленности, мы сможем достичь цели, поставленных на этот год. Больше нет следов ущерба, нанесенного заводом, оборудованию и материалом до десятки миллионов долларов. Это стало возможным, потому что, как только тайфун прошел, на работу вышли все работники, которые работают в три смены, чтобы производство не останавливалось. Тайфун был настолько сильным, что помешал производству, но благодаря заботе со стороны властей, которые быстро возобновили электро- и водоснабжение, дорожное движение, мы стараемся работать сверхурочно, чтобы успеть выполнить заказы в срок. Генераторы вместо сети, как только были готовы номера, сразу размещают туристов, чтобы сохранить доверие турагентов. Мы стараемся преодолеть все последствия и серьезный ущерб, нанесенный тайфуном, чтобы сохранить темпы роста в этом году, хотя нам не удастся достичь поставленной цели. Если в этом году мы сохраним темпы роста, выражающиеся двузначными цифрами, то это будет десятый год подряд, когда Куангнин достигает двузначных непов роста. Работа по ликвидации последствий тайфуна в Куангнине может продолжаться еще много недель, но дух самостоятельности, стойкости и решимости привлечь все трудности помог провинции Куангнин быстро восстановить темпы развития производства и предпринимательства. В последние дни социальные сети заполнили изображение ситуаций с дождями и потоплениями после тайфуна Яги и душераздирающего ущерба. Будучи инструментом огромной распространяющей силы, соцсети теперь стали и местом, где люди с золотыми сердцами находят друг друга, чтобы взяться за руки и вместе помочь нуждающимся. Всего лишь один пост на своей личной странице в 8 часов утра 1-10 сентября с призывом пожертвовать предметы первой нередливости группе волонтеров. В тот же вечер Куахи и все члены группы волонтеров были поражены откликом, превосходящим все ожидания. Я очень люблю свою страну, но на фоне тех, кто откликнулся в социальных сетях, я слишком маленький. По всей стране, на юге, на севере, в центральном Вьетнаме и на плато Тэймэн люди направляют взор в пострадавшие от наводения районы. Подарки прислали и вьетнамцы, живущие за рубежом, и иностранцы. Многие молодые люди не только делают пожертвования натурой, но и добровольно становятся волонтерами информационной сети реагирования на чрезвычайные ситуации проекта, который только что был запущен для оказания оперативной помощи жертвам стихийных бедствий. Как только Эрин появился, многие люди поделились этим в социальных сетях. Многие также записались в волонтеры. У нас есть горячая линия, люди могут звонить совершенно бесплатно. Сейчас у нас более 200 волонтеров, и их число продолжает очень быстро расти. Во дворе много собак. Группа спасения с этим названием сейчас заботится о сотнях собак. В 10 дней, помимо поиска и спасения домашних животных, оказавшихся в опасности из-за наводнения, при помощи интернет-сообщества группа смогла эвакуировать десятки собак в безопасное место. С таким наводнением мы не в состоянии справиться. Поэтому решили опубликовать сообщения в социальных сетях, чтобы больше людей помогали спасать собак и кошек. И к нам обращается очень много волонтеров, которые будут сами эвакуировать собак в более сухие места или передают клетки, еду и даже финансы. Соцсети помогли оперативно соединить золотые сердца в самых сложных обстоятельствах. Тайфуны и наводнения могут смыть все богатства и материальные блага. Но есть одна вещь, которую они точно смыть не смогут. Вот это сплоченность соотечественников. Тайфун Яги нанес сильнейший человеческий и материальный ущерб многим районам на севере Вьетнама. Однако, чем труднее обстоятельства, тем сильнее проявляется истинный дух вьетнамского народа – взаимопомощь и сплоченность. Именно эти качества вьетнамцев в борьбе со стихией глубоко тронули сердца многих иностранцев. Эйди в последние дни каждый день заходит на новостные сайты и смотрит телевизор, чтобы знать последние вести о тайфуне и наводнениях. В виде страдания людей и их благородной постовки он не смог остаться в стороне. Вместе с группой иностранцев и вьетнамцев он поедет в провинцию Фуцхо, чтобы помочь нуждающимся. Я видел видео, где вьетнамцы помогают друг другу. Машины едут медленнее для прикрытия от ветра мопедов. Это очень трогательно и вдохновило меня тоже помочь другим. Подобного рода видео, но на самом деле они меня не удивляют, потому что я живу в Вьетнаме уже очень давно и, наверное, я привыкла к тому, что вьетнамцы всегда помогают. Например, если произошла какая-то авария на дороге с мотобайком, то всегда люди остановятся, поднимут, помогут, если нужно, вызовут скорую помощь или еще что-то. То есть никогда не оставят в беде одного человека. Эта группа итальянских туристов приехала во Вьетнам как раз перед тайфуном. Из-за сильных дождей и облазни они не могли выбраться из Лао Кая четыре дня и только что прибыли в Ханой. Эта бурная поездка оставила им немало запоминающихся надолго впечатлений. В Баха, хотя у нас не было электричества и интернета, но самое главное, мы были в безопасности. Власти и местные жители очень быстро решали все трудности. Я помню, как всего за полчаса они расчистили дорогу после схода почвы, чтобы мы могли вернуться в Ханой. Я очень благодарна за это. Не только в горных провинциях, в самом Ханой наблюдаю, как поднимается вода в Красной реке и как многие районы города уходят под воду, итальянские туристы ощутили всю силу духа вьетнамского народа. Ни один турист не хотел бы оказаться во Вьетнаме во время такого сильного тайфуна. Но именно благодаря этому я увидел много значимых вещей. Я своими глазами увидел, насколько вьетнамцы сильны и исполчены. Службы спасения всегда готовы прийти на помощь. Иностранцы, живущие здесь или приехавшие сюда всего на пару дней, восхищаются стойкостью единством жителей Вьетнама в борьбе со стихией. Видя разрушительные последствия тайфуна и трудности, с которыми столкнулись пострадавшие, они выражают глубокое уважение и солидарность с вьетнамским народом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok